Гитарный мошенник, 150 рублей с сердечком, спасибо тебе за донат. Ты будешь просто, бля, ржать, но мы эту хуйню смотрели недавно. Только не на запись, я не знаю почему, я ее открыл и смотрел, но не на запись. Ну ладно, давай теперь глянем уже на запись. YouTube, походу, перестал лагать, Крэг Фуллман, да. YouTube, к счастью, перестал лагать, стал... Я не знаю, пока что он нормально выводит мои стримы в поиске и в рекомендациях. Ну и плюс я там еще изъебался и второй компьютер приделал. И теперь у нас идет стрим на основном канале, загоняловка такая там тоже работает. Это тоже неплохо. Ну, соответственно, ребят, все равно подписывайтесь на всю хуйню, читайте описание. Спасибо всем, кто пишет комментарии, ставит лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо, что заходите на стримы и донатерам самое огромное спасибо. Рывалка и магия, магия. Так, советую при просмотре приоткрыть окно, сделать сквознячок, можно еще увлажнитель поближе поставить. 4D эффект. Ну, у меня увлажнитель в лень подключать. Здравствуйте, дорогие друзья. Дорогие, дорогие. Я сегодня прохладно. Я сегодня расскажу... Кто-то на него дурно влияет. На рыбалке. Ну, вот... Что это за трапа? Которым вам никто не расскажет. Понимаете? Так, сейчас дедушка деньги свои посмотрит. Холодно стало. Уже вывелись просто. 22 декабря. Значит, смотрите. Вы знаете, что клюет всегда, да? Всегда. Вчера и завтра, да? А сегодня она в Якамку. Ты видишь, не клюет. Вот. Почему вчера и завтра? Почему? Это значит... Я как профессор магии... А, он профессор магии. Я расскажу некоторые магические действия, которые происходят. Даже не действия, а факты, которые происходят на рыбалке. Которые невозможно объяснить. Я вам постараюсь объяснить с точки магии. Магии? Практически. А если вы не попадаете, едете на рыбалку. Рыбалка, говорите, ловилась вчера и завтра будет ловиться. Угу. Вот. Если вы не попадаете именно в тот день, когда идет клюв. Вы понимаете, клюв. У рыбы есть свои праздники. Когда она клюет, там у них свои законы. Когда клюет, когда не клюет. И человек, вот, один, значит, который идет в ритме с этим делом, вот, он попадает. Именно попадает туда, когда на рыбалку едет, туда, когда идет клюет рыбалка. Другой же человек, он не попадает на рыбалку. Вот он попадает только в тот день, когда не ловится рыба. Это говорит о чем? Это говорит о том, что какие-то внешние факторы, вот. Это рептилии. Внешние. Повлияли на этого человека. То есть, или кто-то позавидовал, или что-то он неправильно сделал. То есть, ему надо заняться собой и разобраться, почему он вышел, как говорится, ушел с этого ритма. Обычно, успешный рыбак, прежде всего, не потому, что у него там, ну, это тоже важно, крючки острые. Говорится, успешный рыбак положил сома на елдак. А потому, что он, у него есть чутье, он идет как раз тогда, когда идет клюет. Вот. Также, вместо рыбалки, вот. Оргия, запах. Ну, можно там стать деловицей, или можно стать там, где приемлемо и допустимо, да? Вот. Ну, вопрос. Если вы приходите на рыбалку, вы должны обязательно посмотреть, кто рядом. Лучше всего рыбалка, тогда, когда вы находитесь один. Почему? Потому, что люди сами по себе, даже если вы поймаете что-то, которые рядом стоят, не все у них, как сказать, успешные люди. Некоторые с завистью, вот, завидовать будут, и в результате вы или рыбу не вытянете, или крючки порогутся. То есть, обязательно надо смотреть, кто рядом сидит. Потому, что люди насколько завистливые, что практически рыбу вы не сможете поймать из-за того, что рядом сидят завистливые люди. А среди рыбаков очень много таких. То есть, это как раз, по этой причине у вас может портиться рыбалка. То есть, не получится. Вот. Также, когда вы выезжаете. Когда вы выезжаете, надо обязательно посмотреть, кто вам встретится. Если вам встретиться, есть люди, ну, там, женщина, или еще что-нибудь там, или с пустыми ведрами, я вообще за это не говорю. Вот. Есть люди какие-то. Вот у меня есть там сосед один, мужчина. Если я выезжаю, если я его встретил, ну, у меня есть, правда, методика обезвреживания, но все равно. Вот. Лучше не ехать. Лучше возвратиться и поехать на друг в другой день. Потому что ничего не поймаешь. Я как-то с ним разговаривал. Говорю. А он говорит, да вот. Вот я в молодости так. Говорит, сколько, он уже пожилой. Говорит, как вот с кем-то поеду на рыбалку, никогда мы ничего не поймаем, понимаете? То есть, человек, он даже знает, что он такой ущербный. Это очень важно. Ущерб. Это очень важно смотреть, кого вы встретите. Вот. По дороге. Вот. Или даже если вы едете куда-то, если вы встретите такого, знаете, с ушками, такие ушки, и он прыгает. Я не могу произносить этот голос, это, но вы поняли, кто такой серенький. Вот, потому что он злейший враг, водяного. И даже слово произносить на берегу. Чего? Нельзя этого зверя. Или как сказать, животного, да? Это злейший враг, водяного. Поэтому, если вы встретили этого на дороге, вы должны, можете возвращаться, потому что успеха не будет. Значит, народные праздники, не в религиозные, а народные, рыба тоже не ловится. Вот. Потом, когда вы едете на рыбалку, никому не надо рассказывать. Не думайте, никому не рассказывать. Это потому что много очень людей, если вы кому-то сказали, потому что это насколько тонкая, рыбалка это тонкая такая вещь, вот, что кто-то сказал, кому-то рассказали, все, уже вы можете ничего не поймать. Вот. Потом, еще, если, допустим, вот четыре человека приехали. Один хорошо, много наловил, второй поменьше, третий вообще мало. Маклад почтальон теперь вроде бы. Я им говорю, как вас провожали жены? Ну, тот, что много наловил, ой, кажется, мне хорошо провожали. Чем лучше жена провожает, тем больше на рыбалке поймал. Это я уже смотрел просто. А второго, который поменьше. Так, кажется, нормально, но чуть-чуть поворчало. А того, которого мало поймал, как, говорю, у тебя про рыбу, та ругалась, а вот, сколько работы дома, ты ездишь на свою рыбалку и так далее. А того, которого вообще не поймал, она за неделю, когда он старался ехать на рыбалку, она его начала пилить. И, по-моему, он за все видео так ничего и не поймал, кстати говоря. Он ничего не поймал. То есть, это тоже причина... То есть, он не бруфанул, как бы. Если она не ловится, вот как сегодня, это другой день. Но если она ловится, а просто люди проезжают и ничего не ловят. Это вот я назвал эти причины, но это еще не все. Вот. Дальше. Какое настроение? Говорит, не ловится, как сегодня, а зачем же ты приехал, если ты колдун и ты знаешь, когда надо? Если вы едете с плохим настроением, вы тоже не поймаете. Должно быть настроение радостное. Вот. И вы должны, ну как вам сказать, должна... Хотя звук на фоне... Душа играть и радоваться. Вот. Если у вас прекрасное настроение, вам у лов будет лучше, чем у других. И еще одну я сейчас скажу. Берешь две, три удочки, да, четыре удочки. И обычно ловится... Это такие нюансы, которые необъяснимые. Ловится на одну удочку. Почему на одну? Тут уже мне приходилось и менять, и место. Иннопланетяне и евреи? Нет, кстати. Ловится только на одну и все. Вот. Как может передаваться, ну какое может быть иметь половым путем отношение, спиннинг к этому к рыбе, да? Там же это не крючок, это не кормушка, это не каша, ничего. Вот. А именно удочка. Удочка дает. Значит, да, удочка. Потому что это зависит от того еще, кто ее делал. Через каких руках она была. Вот. А это там кто-то ее делал, кто-то ее продавал. Бывает у людей очень тяжелая рука. И вот. А бывает, что люди с хорошим настроением ее делали, и она пошла через хорошие руки, где бы попала. И вот обычно одна такая. Две, может быть, удочки такие, которые ловят и ловят и ловят. Они просто ловят. Все, везде все стоят. Твои удочки стоят, которые получше эти ловят и все. То есть спиннинги. Вот такие вот самоудилища. Но. Также. Если у вас вот ловилось хорошо, успешно, и вы были рыбак, но ни с того ни с сего перестало, у вас вы потеряли успех. Почему? Потому что. Ну, как вот в случае. Приехал, трое суток стоят на берегу люди, ничего не поймали. Ну, правда, отдыхают, лето. А один приехал, за полдня наловил сколько, и они прям бросили все. Они просто стоят и смотрят, как тот человек ловит. Вот, у человека пошло какой-то успех. Вот, сегодня. Вот. И вот они, своим взглядом, некоторые очень завистливы, они практически, этот человек проезжает уже, успешный человек, на второй день ловить, или на третий, или когда там у него ничего не ловится. Почему? Потому что у него просто сглазили. Сглазили и для людей, это есть люди, которых они вот очень хорошо умеют это делать. Для этого необходимо обработать, обработать снасти и удилища. Для того, для снятия, это я расскажу в следующей лекции. Чем, чем, чем? Вот, как можно снять вот эту вот зависть, и если вас украли рыбацкий успех, как можно это все обезвредить и вернуть. Это я в следующий раз говорю. А вообще, конечно, я не, я вам рассказал, почему эти причины, почему не ловится рыба. Вот. Я вам рассказал причины, какие могут быть. Вот. От соседа, который рядом у вас стоит, вы можете не ловить ничего рыбы. Хотя, все другие ловят. Вот. Ну, в зависимости от того, какое у вас сочетание энергетики, если он может на вас влиять. Вот. И... Но применять магию к рыбе, к животным, конечно, нежелательно. Почему? Потому что нельзя. Я, например, когда я ничего не поймал, вот, вот как сегодня, да? Все-таки рыба, живое существо, но я думаю, что я дойду до такого уровня, что я ее буду всю выпускать. Но пока иногда беру. То есть, а если применять магию, то в этих случаях нельзя. Не надо этого делать никогда. Ах, да. Вот. И я считаю, что надо... Если тебя... Ты поймал рыбу, хорошо. А если не поймал, еще лучше. Вот. Вот так. Всего вам доброго. Шуе. Если не клюет, как говорится... То и хер забей. Блин, Сергей Корольков, это же... Он же заходил. Он... Это же мой какой-то зритель, вроде бы. Ну, в общем, понятно. Ну, вот как-то так. Вот спасибо за донат, собственно, гитарный мошенник. Ну, в общем, легкое шуе. Видос заканчиваем на этом. Стрим продолжаем.